Иннокомыслящие – это по убеждениям. Правозащитники – по роду деятельности. Антисоветчики – по официальной оценке. На рубеже 60-х, 70-х эти ненасильственные борцы против коммунистического режима получают определение, с которым войдут в историю. Диссиденты. Евреев едва ли не большинство. Они же – основатели первого диссидентского вестника – «Хроника текущих событий», куда привлекли машинисткой свою русскую подругу Люсю Алексееву, будущего ветерана-рекордсмена движения. Ко мне пришел Павел Литвинов и сказал, что вот, теперь будет выходить «Хроника текущих событий», делает ее Наташа Горбаневская. Я очень восхитилась, потому что уже назрела необходимость в таком издании. и сказала, что я готова помогать перепечаткой. И так я с первого выпуска «Хроники» стала ее машинисткой. Горбаневскую не посадили после демонстрации на Красной площади, поскольку она тогда кормила ребенка. И беззаветная диссидентка успела родить еще бюллетень. Но в конце 1969-го Горбаневскую арестуют, и дальше Алексеева будет печатать «Хронику одна». Эрика берет четыре копья. Вот и все. Кайф достаточно. Воспетая Александром Галичем, пишущая машинка Эрика. Производство ГДР. Лучшая из тогда продаваемых. На самом деле дает она не четыре, а шесть копий. Если копирка и бумага потоньше, и бить посильнее. Время сеть в ветре, мечет молнии. Каждый выпуск – это 15-20 страниц совсем не по-советски составленного текста. То есть без комментариев, без оценок, и совсем не про советское. Где какие акции протеста, где кого судят, кто уже сидит. Забытая, умершая технология распространения. Если эту первую закладку, шесть экземпляров, распустить в сам издат, то есть раздать верным людям, каждый из которых напечатает свою закладку, то есть еще шесть экземпляров, и того 36, а если с оригинальными, то 42, а если с них еще по шесть, то уже 252 экземпляра. Но не только копирование и распространение хроники наказуемо. Преследования грозят даже за простое чтение. Например, если узнают, могут выгнаться работы. А тут добровольно и даже очень восхитившись принять на себя миссию первопечатника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова